Дорогие друзья, рада приветствовать вас в литературной гостиной журнала Симбирск. И сегодня у нас талантливый гость. Это поэт Мария Шакун, член Союза писателей России, автор книг «Городские сны», «Время ангела». Послушайте стихи, которые вам прочтет Мария Шакун. Познакомьтесь с ее творчеством. Добрый день, меня зовут Мария Шакун. Я родилась и всю жизнь живу в Ульяновске. Закончила Ульяновский государственный университет. И так получилось, что, скажем, творческий путь, он оформился на первых курсах университета и последнем классе школы. Я ответственный ребенок была, я начала готовиться к поступлению в медицинский факультет с 8 класса. Но в 11 классе совершенно случайно попала на какой-то то ли отдел профориентации, то ли что-то. Я уже не помню, как это называлось. Где надо было проходить тесты, интервью всякие, рассказывать о себе. И я как-то так очень понравилась сотрудникам, что они сразу позвонили в детскую газету. Тогда была детская газета в доске в нашем городе. И меня пригласили в эту газету работать буквально в тот же самый день. И мне стало это очень интересно. Я впервые вышла на публику, впервые начала печататься. И я поняла, что, может быть, стоит попробовать не только медицинские управления, но и что-то еще. Но в итоге медицинские провалилась и оказалась на гуманитарном факультете университета. Писать первое стихотворение было, наверное, лет в девять. Оно было с каким-то юмористическим уклоном, после чего я благополучно не писала ничего лет до 14. 14 лет первая любовь, естественно, большая, великая, безграничная, такая, что на всю жизнь. И вот от того, что я начала писать о любви, это и задало дальнейший вектор большинства стихотворений, которые я писала впоследствии. Понятно, что стихотворения, написанные в тот период, они наивные, немножко там, в сильных техниках хромают. Я их очень редко сейчас вспоминаю. Но, тем не менее, детал, что я сейчас прочитаю, именно вот стихотворения о любви, которые тогда и писались впоследствии, долго-долго, в течение многих лет, есть и приближены к тому времени. Бродить в ночи, гадать на травах, изнемогая от жары, и знать, что мы не только правы, но исключительно добры, что вечно будет эта зелень и синева, и облака, что мир любим и беспределим. Как мало нужно знать о человеке, чтоб рваться вслед до самого конца. Чужие горы и чужие реки, на карте неба звездная пыльца. Как не поддаться тяге к дальним странам, когда текут столетия днем за днем, размеренные капли из-под крана. Как не поддаться страсти стать огнем. Но страх и совесть – вечные товары, ничем не ограниченной цены. И только рвусь, как эти тротуары, во след подошвам с другой стороны. Который день в твоих глазах купаюсь, который день, который год клянусь, что не вернусь к былому, не вернусь, что не куплюсь. Но все же покупаюсь, остановлюсь, опомнюсь, оглянусь, который год в твоих глазах купаюсь. Пришло предчувствие иного, и плещется из берегов. Еще не знаю, для кого я напишу всерьез и много. Как будто нежные рисунки мороза ускользаешь ты. Лишь какие-то черты запоминаются на сутки. Ну, о любви писать, конечно, наверное, проще всего в любом случае. Потому что это то, что переживают все. Если писать о чем-то, какие-то другие темы, мне кажется, очень легко, ну, то есть на темы, не пережитые лично, не ощутимые глубоко внутри, то очень легко скатиться в пафос, спекуляции, в игру словами. Поэтому вот я писала очень долго и обильно о любви лет, наверное, до 30-ти. В основном только о любви. А потом, как мне очень нравится цитата, выражение Виктории Токаревой, которая сказала, что от неразделенной любви рождаются песни, а от разделенной – дети. И когда, соответственно, все вот эти чувства, эмоции какие-то, еще не знаю, для кого я напишу всерьез много, то есть постоянно какие-то влюбленности, они сменяли друг друга. Когда все это пришло к семье, и от разделенной любви рождаются дети, немножко у меня вектор сменился, и я начала писать о своих ощущениях, о творчестве других людей, о своих коллег. У меня появился, скажем так, библейские мотивы, не то, что там вера или не вера, а именно с библейским оттенком. Идти себе по бездорожью, и в каждом видеть искру Божью вполне довольна. Тем одним нет повода стремиться к лете, кому горит на этом свете звезда под небом голубым. Мне снился ангел с длинной челкой, косую челкой в пол лица. Вот он стоит в одежде черной и улыбается. Я говорю, мол, где пророки, где символисты с футуристами? А он все повторяет строки и смотрит искоса, куда-то далеко и мимо, Так далеко, что плакать хочется, не отделяя суть мира от сути творчества. Чуть побуревшем золоте сезонном, куда виднее антрацит ворон, И в городе моем от века сонном твое явление – самый яркий сон. Все так синем, прозрачно и прохладно от осени, а может от речей, Что суета уходит безвозвратно, как будто камень падая в ручей. Скорей бы, что ли, замело дороги, пока в надежде на твои слова Наш город не слетелись лжепророки, как ветром принесенная листва. А ведь когда-то было дело в ясли, смогли приехать только мудрецы. И я боюсь, уж не минует ли нас ли твой тихий сглаз вороний антрацит. Я уже рассказала, как попала, скажем так, как сменила свое профессиональное направление. И так получилось, что на первом курсе у нас университета, Я даже не знаю, кто это организовывал, собрание пишущих. То есть могли прийти все желающие в библиотеку, встретиться, познакомиться. И потом уже решал, что из этого выйдет, будут ли это какие-то постоянные сборища, Или просто тусовка, или это будет тематическая направленность. Пришло очень много людей, как пишущих, так и желающих поддержать своих однокурсников. И потом это выросло, да, это было больше похоже на такую небольшую тусовку единомышленников, Но так вышло, что из этой группы потом вышли члены Союза писателей наши ульяновские. То есть там было много и студенты, там были аспиранты, там были сотрудники. И как-то из этой группы сформировался костяк, который позже тоже, Впоследствии немножко пути наши разошлись, но в итоге мы все оказались в Союзе писателей. И еще одно очень большое на меня повлияло сообщество, Это студия «Стрежень», которую ввел, побоюсь, то слово, учитель мой, Виталий Андреевич Масюков. Совершенно замечательный человек, тоже из «Стрежня» вышло много, Не то чтобы известных, не то чтобы популярных, не то чтобы маститых, Но качественно пишущих людей. Он относился к нам не как учитель, не как наставник. Он читал то, что мы приносим, как вдумчивый, дотошный читатель. То есть он не говорил, вот здесь плохо, здесь хорошо, здесь выкинуть, здесь исправить. Он разбирал, он просто разбирал, то есть как читатель. И это дорогого стоило на самом деле. Для меня было большой честью, когда он согласился писать предисловие к моей второй книге. Вот, и из «Стрежня» тоже много вышло замечательного народу. Что в имени твоем? Ночные разговоры успеха никому дитя не принесли. Своей рукой сотри вчерашние узоры, Из гавани чужих уходят корабли. И на другом краю в разгаре день и лето Играй, дитя, играй, да имени летут. Помимо всех цветов, есть два неглавных цвета, Что каждому судьбу такого наплетут. Танцуй, дитя, танцуй, земля твоей подмостки. Довольно нам Кассандра, довольно нам Сибил. Играй, дитя, играй, танцуй во имя тезки. А той, что родила и той, что возлюбил, То не твоя дитя и не его забота. Об этом не сказать в вечерних новостях. Танцуй, пока весна, и полночь, и суббота, Как будто рядом рай, и все вокруг пустяк. Все морок и соблазн, напрасные беседы, Что в имени твоем, как не произноси. Играй, дитя, играй, с рождения до победы, До краха до конца. Помилуй и спаси. Где же вы, Петры и Аковы и Анны? Красили желтым нарциссы, чинили краны на небе, Дышали парами бензина. А она любит всех, но ищет отца для сына или дочери. Только чтоб был здоровый. Нужно про все забыть, начать по новой. Для нее нет разницы, тот или этот свет. Она растворится в толпе через пару лет. Для нее тогда будут все пути одинаковы. Где же вы, Петры и Анны и Аковы? Ваша тяга к блуду и спирту, склонность к простуде. Она выйдет навстречу некоему Иуде, И уж он-то научит ваших детей уму. Но детям не важно, к свету или во тьму, Потому что наличие им дороже аспекта. Теперь она каждую ночь зажигает с кем-то новым Не всякий запретный плод яблока. Обещает встретиться, врет и не врет, Только чтоб был. И ей не нужны дары. Где вы? И Анны, и Аковы, и Петры. Города не прощаются с нами, Они остаются, Чтоб вернуться во сне, Новостями на первом вернуться, Переулками, парками, памятниками, садами. Города остаются, они не прощаются с нами. Нас не держит любовь, Нас держит всего лишь привычка. Тротуар под ногами роднее, чем на доме табличка. И пока не истопчешь седьмые железные тапки, Не сумеешь сказать, Как дойти от Невы до Фонтанки. От Кремля до Арбата, От Баумана до Шарифа, От Петра и до Порта Седьмую железную рифму повторяешь с просонок, Тоскуя о каждом, о каждом. Города словно реки, И в них не воротишься дважды. Города словно люди, И к ним не воротишься в третий. Даже если желанные те, Но родные-то эти, Они возвращаются, Будто весенние утки. Другими путями знакомые едут маршрутки, И внезапно включают Забитые тиной фонтан, Потому что пусть эти родные, Но те-то желанны, И опять семь железных хлебов Запасаешь в дорогу. Города возвращаются к нам, Хоть они, слава Богу. Как много горечи в иных словах Порой сводит скулы, В дел небесных и земных Не верить добрые посулы. Кому сказать из льющих свет, Что правда предстает на Гая? Лишь время движется, След в след, От горьких слов остерегая. С утра выходишь из дома, Похожего на звездолет, И только садишься маршрутку, Все радиостанции повторяют война. Тебе, конечно, не весело, Но и не жутко, Все равно пополам параллельно, Как будто бы пастухам, Которым все время кричали волки. Бы ты давно уже глух К шевелениям судьбы, Не говоря про новости, Домыслы, кривотолки. Думать об этом мучат В войсках ПВО, Тебе, очевидно, Незачем и стараться. Как обычно, Утром выходишь из своего звездолета В безжизненное пространство. И, наверное, закончить я хотела бы Стихотворениями, Между которыми Очень большой промежуток времени. Но по смыслу, Я когда искала, Что я буду читать, Я внезапно обнаружила, Что Мое отношение к жизни, Оно не сильно изменилось. Просто оно выражалось Разными словами. Хоть многое не ясно, Что ж, Ведь главное уже понятно. Ушел в песок последний дождь, Снег первый не вернуть обратно. И незачем ступать след в след, И нет нужды ни в чем совете. И почему-то белый свет На самом деле Бел и светел. Для счастья Нужно очень и очень мало. Гораздо меньше, Чем выбор мужчин и женщин. Я смотрю на небо, Зеленую гладь канала, Не разделяя воды И звезды движения. Ибо наша жизнь Есть выбор того, Что мы ценим, Без крайних песках, Того, что дано от природы. А вода и звезда Бывают единым целым, Не теряя при этом Ни сущности, ни свободы. Ибо наша жизнь Заключается в некой точке, Для которой историк Не вынет пера из пенала. А вода и звезда Все движутся поодиночке. А для счастья Нужно по-прежнему Очень мало. Благодарим Марию Шакун За участие в нашей программе. В одном из ее стихотворений Есть такие строчки. Пришло предчувствие иного И плещется из берегов. Еще не знаю, для кого Я напишу всерьез и много. И мы желаем, Чтобы Мария Шакун Выполнила это благое желание Написать еще всерьез и много. Мы будем ждать ее новых стихов. Всего доброго, дорогие друзья. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин